Форбс опубликовал рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Инстаграм. На первом месте Ксения Собчак, которая в представлении не нуждается. По данным Форбс, телеведущая заработала в Инстаграм почти полтора миллиона долларов. Перефразируя стихотворение Владимира Майковского, хочется сказать, я бы в блогера пошла. Пусть меня научат. Блогингу действительно учат. Помимо различных интернет-курсов, в сентябре в Москве открылась Академия блогеров. К тому же дан старт новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» ТОП-блог. Эти ведущие блогеры и эксперты будут учить всех желающих развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для соцсетей. Блогингу можно относиться по-разному. Для кого-то это, так скажем, дневник, в который люди снимают и показывают, куда сходили, что поели, для себя, для друзей. Но для многих блогинг – это как настоящий бизнес. Не как, а это и есть настоящий бизнес. Потому что при должном эффективном ведении он может приносить огромную прибыль. По образованию Ирина – программист. Десять лет назад она решила уйти из найма и заняться продвижением различных бизнес-проектов, в том числе и в интернете. За десятилетия пространство «Всемирные пути» напоменялось. Сейчас для ведения бизнеса в интернете нужно, чтобы пользователи видели не только красивый сайт, но и самого предпринимателя. Интернет-пространство завоевывают блогеры. Поэтому Ирина решила пройти курсы блогинга, чтобы иметь преимущество перед конкурентами и не тратить время на самостоятельное изучение очевидных вещей. И поняла, что эта сфера деятельности принесет прибыль только при кропотливом труде и полной самоотдаче. Кроме сторис, очень важно еще планирование контент-планы, ведение разных рубрик, как в журналах, допустим. И это все надо заранее планировать, продумывать, чтобы зритель не заскучал. Опять же, снимать разных ракурсов, показывать и текстовые сторисы, и видео, монтаж постоянный. Ирина считает, что блогер в первую очередь должен обладать высокой степенью самоорганизации, владеть навыками тайм-менеджмента, уметь распределять свое время, а в будущем умело составлять график для команды. Также он должен быть, должна быть какая-то стрессоустойчивость и зрелость, чтобы реагировать адекватно на аудиторию, на комментарии аудитории. Также должен блогер, наверное, постоянно следить за трендами, потому что блогинг – это как живой организм. Он постоянно растет, меняется, и нужно держать руку на пульсе. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в блогерском комьюнити выделилась новая лидерская группа – инфлюенсеры. Это люди-бренды. Они организуют работу так называемых медиазаводов и успешно конкурируют с традиционными медиаресурсами. То, что они влияют на потребительское поведение людей, очевидно. Фолловеры стараются быть похожими на своих кумиров, поэтому покупают то, что они советуют. Эксперты предсказывают, что не за горами влияние на убеждения и политическое поведение интернет-пользователей. По мнению экспертов СООМ, современный блогер должен сочетать в себе образы трендсеттера, общественного активиста и бизнесмена. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ, 24.